Какими-то скандалами, непонятками какими-то просто, вот нет гармонии в структуре, уже идет расконцентрация какая-то у сотрудника всегда. Если вы в вашей структуре, вот вы, например, вы не можете повлиять на параллельные структуры, вы не можете повлиять на вышестоящих, допустим, и бог с ними, не надо ни на кого влиять. С параллельными структурами по правилу MLM о погоде. Мы разговариваем только. Это правило MLM бизнеса любого. Дальше. С параллельными погодей. Правошестающего как про покойника. Или хорошо, или ничего. И точка. И вы для себя примите такое решение с сегодняшнего дня. Вот, не важно, как было до сих пор. С сегодняшнего дня правошестающего как про покойника, а с параллельными структурами только о погоде. Не надо вам общаться больше ни на какие темы. Потому что таким образом вы просто размываете свое сознание. Вы размываете все. Вы должны понять, у вас нет времени на вот эти вот все вещи. Вам надо фокусироваться на чем-то одном. А вы там-там-там-там-там. У вас есть какое-то количество часов в сутках для работы. Поэтому вам нужно его максимально использовать вот в правильном направлении. Мысли все дурные какие-то откинуть и сосредоточиться на своей структуре. Вы сосредотачиваетесь на своей структуре. Вот у вас есть то, что ваше. Да? Помогают хорошо. Не помогают, но берете больше ответственности на себя. Недостаточно помогают. Ой, какая причина. Мне недостаточно помогают. Больше ответственности берите на себя. Слишком много помогают. Залюбливают просто вас там. Договоритесь, чтобы вы в меру как-то. Не знаю, как-то. Самое главное, чтобы все без войны было. И вы настроены были конструктивно. На процесс. На ваше развитие. Это как предпосылки такие. Чтобы атмосфера хорошая была. После этого вы выбираете себе задачу. Цель какую-то конкретную, понятную, четкую и простую. Не там какую-то загруженную. Простейшую. И не восьмой уровень. А буквально, там не знаю. Пусть это будет, допустим, ТР1. Вот эта цель. Следующая цель ваша. Предположим, это будет там 300 единиц закрыть. Окей. Следующая цель. Там 500 единиц. Этот у нас ТР2. А это означает, что у вас должно быть две двоечки. Следующая цель. Это вы на третьем уровне. И три там человека на ТР1. И это должно быть не у меня здесь. На вот этом плакате. Не вот в этой ссылочке вашей. Которая будет там выложена в YouTube. А это должно быть у вас, во-первых, в голове. А во-вторых, на бумаге. Вот эта цель. Потом вот эта цель. Потом вот эта цель. Чтобы вас, когда бы я не разбудил, и кто бы вас не разбудил, и спросил про вашу цель, у вас четко. Над чем сейчас работает. И какая цель. И не, ну как какая. Развитие. У меня цель развития, у меня цель там еще что-то. Какая-то фигня какая-то. У вас должна быть четкость. Вот конкретика. Абсолютность в формулировании вашей цели. Я сейчас закрываю ТР2. И доделываю две двоечки. Доделываю все условия. Я сейчас закрываю третий. У меня цель вывести столько-то человек на этот семинар. Столько-то на следующий. У меня задача сделать столько-то личных единиц в этом месяце. На Европу там такая-то. У вас очень все четко должно быть прописано. И старайтесь, чтобы это не был список из 120 целей на месяц. Это должно быть там до пяти. Потому что вы потом потеряетесь в этих. Так над чем же я работаю? Блин. Я сам не помню. Сам не ориентируюсь. Они должны быть максимум. Вообще желательно там одна, две, три в начале. Потом, когда вы разгонитесь, вы сможете удерживать больше задач. Одновременно решать и то, и то, и то, и то. И учитывать это все. Итак, если вы определяетесь с чем-то, что вы действительно хотите, очень важно повесить дома вот такие листы в атманске и написать себе конкретно. Например, Будапешт, Вена. Написали, все, молитесь каждое утро на этот листочек. Дальше. Еще один такой же листочек на месяц себе. 60 единиц и еще там один новенький или два новеньких в этом месте. Бьетесь головой об него каждый вечер, каждое утро. Проснулись, помолились своей цели, допустим, да. И у вас уже четкий план, что вы будете делать. Открыли ежедневник, у вас с вечера четкий план. Я звоню Коле, я звоню Маше, я звоню Оле, я звоню там кому-кому угодно. Я конкретные действия делаю по отношению к этой цели. Потом у вас будет гораздо большая цель. И у вас точно так же будет четкий конкретный план. Сдать, например, в этом месяце там 500 единиц, 700 единиц, 1000 единиц. И вы буквально будете чувствовать ваш оборот, вот чувствовать каждый. Ну, вот как можно, вот вдумайтесь, как можно, представьте себе, сдать там 500 единиц, запланировать 600 и сдать 600. Сдать 700, сдать там 800, 1000. И вот идти вот так. Вы должны чувствовать каждого клиента, каждую, каждую. Ну, вот сейчас мы, собственно говоря, переходим уже к конкретике больше. Давайте еще раз подытожим. Если вы плаваете, вы неэффективны. У вас должна быть четкость. Вы должны определиться над тем, над чем работаете, и занести это на бумагу, и всю хату обклеить этими, как бы, какими-то плакатами, там, ватманами, с четкими, с вашими. Я так всегда работаю. У меня, знаете, знаете, какой прикол был? Ну, во-первых, обязательно, там, МВС-1, там, Арианда, 2004, апрель 2004, то есть вот эти все темы были. И у меня еще такое было. Я купил себе отрывной календарь. Знаете, такие, советские, вот эти старые, отрывной календарь. Я не поленился, я себе красным маркером написал, там, значит, отмотал, да, ну, как бы, сегодняшний день, там, 30. Осталось 30 дней до какой-то цели. Оторвал. Там уже написано 29. Оторвал. 28. Оторвал. 27. Я его повесил себе в прихожей возле двери. Я утром выхожу из дома, отрываю календарь и понимаю, 26 дней. На следующее утро, 25 дней. До чего? Я знаю до чего. У меня это прописано до чего. У меня вся хата обклеена вот этим до чего. Я себя программирую. Я не позволяю просто себе распыляться в стороны. Я себя загоняю, сам себя загоняю. Я сам обманываю своего стража порога. Сам обманываю того, кто хочет меня увести от пути моего, да, от моей цели. Я себя загоняю в четкий коридор действий. Прописываю себе все эти моменты. Итак. Теперь классика. Что вы должны... Это, знаете, это просто сейчас базовые моменты, я вам попланировал. Первое. Значит, вот так, на одном листочке постараюсь поместить. Значит, важное и срочное. Дальше. Важное, но не срочное. Срочное, но не важное. Неважное. Не срочное. Это знают все. Это ни для кого не секрет. Что, конечно же, надо в первую очередь вот это выбирать. Естественно. Это все понимают. И, конечно, многие знают, что нужно выбирать между срочным и важным, там, но не срочным. Что-то горит, горит, а, биом, бежать. Все равно надо выбирать то, что важно для вашей, там, большей цели. То есть на втором месте это. С этим надо научиться делегировать. Делегировать. А это, ну, как бы пока в сторону. Пока не только. Так вот, очень важно, если уж вы что решили для себя, вы решили, я работаю над этой задачей, то даже если вы будете терять, вдумайте, я сейчас понимаю, что я могу давать совет, который может потом, знаете, вот, Иван Васильевич сказал на тренинге, что можно даже вот так. Бляха, это на вашей совести будет уже, как вы это там себе перекрутите. Я говорю о своем опыте, я, как бы, надеюсь, что вы меня сейчас поймете. Вы можете даже терять деньги. Вы можете терять какие-то там отношения, кто-то может вас не понимать. Вы можете что-то терять. Ради того, что вы приобретаете. То есть, вы можете, например, у вас может затопить дом, но вам надо читать презентацию. Читать презентацию, это важно. Но там соседи кричат, что, ой, вы заливаете там, да, кран прорвало где-то там, трубу прорвало. Что надо делать? Лететь домой. Нифига. Вы должны читать презентацию. Это для вашего развития, для вашей команды номер один. Что можно сделать? Так мы делегируем. Мы берем и отправляем на такси с ключом, ключ соседям. Ха, идут и сам разбираются. А если они что-то украдут? Пусть все выносят. На восьмом уровне куплю новое. Понимаете, какая штука? То есть, вы должны быть, вот у вас есть это, все. Есть, как бы, понятно, какие вещи. Здоровье близких, там, ну, там, дети ваши. Ну, там, ну, вот самые такие вещи, где уже там, понятно, презентация, не презентация, это уже вы оставляете все. Ну, да, ну, ценности, ясно, да, не совсем уж там, значит, переигрывать надо, да, в этом отношении. Но то, что можно, где можно вам пока по карману делегировать, делегируйте, ребята. Сбрасывайте с себя все. Успешный менеджер и неуспешный, успешный предприниматель и неуспешный, бизнесмен успешный и неуспешный, определяется тем, что они делают. В первую очередь, это или это. С этим все и так понятно, важно, срочно, все, огонь. Вот здесь вот правда, вот здесь вот успех. Что человек выберет, это или это. То есть, в теории ясно, как бы, да? Понятно все? А вот когда дело касается практики, у вас вот это должно быть просто встроено в программу, и вы четко должны, а как теперь, а как же определиться? А что это у меня, что срочно, что не срочно? А вы просто прописываете себе все на завтрашний день. У вас есть прописанный момент. Прописанный. Как вы это прописываете? Смотрите. Так, это у нас первое было. Сейчас, сейчас второе. Второе это принцип парэк. Принцип или правило, как это он, правило, да? Принцип? Принцип парэк. Принцип парэк. 80. 20. Значит, 80% всех, всей информации, которую мы получаем в течение дня, из интернета, из, там, инстаграма, из телеграма, из фейсбука, из макбука, из, там, цензора, из украинской правды, со всех, там, ресурсов, из телевизора, из газет, из, там, от друзей, от знакомых, вот все, вот все, вот, все, вот, радио в машине ехали, что услышали. Мы воспринимаем от людей, от общения, мы воспринимаем какое-то количество информации. Так вот, польза 20%, все остальное это флуд, мусор, который нам не нужен, по большому счету. 20% пользы, 80% флуда. Дальше, 80, из 100% всех наших дел в основном, 20% это успешные дела, эффективные дела, 80% это такое. То есть человек должен всегда, если он проанализирует, то он должен всегда стремиться к тому, чтобы вот сюда направлять все свое внимание больше. Вот понять, что это за 20% дел, которые дают 80% результата. То есть оно выглядит вот так, 20% дел дают 80%, а 80% всех дел приносят 20% результата, денег, там, всего остального. То есть получается, что если бы вы поработали не 20%, а вот 25, вот, правильных вещей, то вы бы были на 100% эффективны. И у вас бы 75% было бы свободного времени, скажем так. Если вы правильно планируете время, то у вас его становится больше свободного, и вы еще и становитесь успешнее, эффективнее. Если вы правильно определяете приоритеты, вот это правило, помните, что, вот чем оно подтверждается. Что в итоге, если вы правильно определили приоритеты, и вы сделали только 20%, то вы 80% получили результата. Как показывает практика, 20% структур дают 80% результата. 80% структур, 20% результата. 20% ваших звонков по телефону, когда вы в хорошем состоянии, в хорошем, да, настроении, расположении духа, очень, очень так сосредоточены, концентрированы, профессиональны, 80% успеха, 80% звонков, встреч, это 20% контрактов и так дальше. То есть, все 20%. Информации, все остальное. Берем наше окружение. Все, с кем мы общаемся, все, вот все, 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 с кем мы поддерживаем какие-то связи. 20% это конструктивные связи. 80% это деструктивные связи. Берем наши дома, наши квартирки, все, что нажито непосильным трудом. 20% это, на 80% мы этим пользуемся. 80% всего нашего хлама, накопленного, родного, мы им пользуемся 20% только. То есть, если мы эти 80% просто вынесем из дома, мы переживем. Потому что мы на 80% обеспечены тем, что нам надо. Вот и все. То есть, избавляемся от деструктивных связей, от информации, от всего, всего. То есть, мы буквально, если у нас есть какая-то цель, то мы буквально с себя убираем все, все, мусор, 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 весь ненужный. Все, что не нужно. Вот таким примером перебора, конечно, в этом отношении есть, там, Стив Джобс, я читал его книгу, Уолтера Азексона, его биография, где было интересно, значит, рассказано о том, что он в Пало-Альто, когда он себе построил дом, он его долго строил, он его убирал, он его конструировал, он там, значит, его переделал. Он сделал так, как он хотел дом, и он так и не смог до конца своих дней, он так и не смог его обставить. Там какой-то, чуть частично он только его обставил, потому что он не мог подобрать мебель. Настолько он был перфекционист. Там был минимум, все в минималистическом стиле, и все очень хорошее. И такое именно вот идеальное, он хотел, как надо. Ну, по большому счету, нам немного надо, но оно должно быть хорошее, дорогое. Это вот я скидывал специально такое правило, 4 правила, 4 ошибки там, по-моему, какие-то. Я еще раз в 3 плюс закину сегодня эту тему. Что привыкайте покупать мало, но очень хорошие вещи. Именно тратьте деньги на очень хорошие, но покупайте немного. То есть не разменивайтесь на мелочи, не разменивайтесь на там кучу-кучу-кучу-кучу-кучу там всякого разного. Ну, как бы, вот этот принцип. А теперь смотрите, как это все складывается в третье. Вернее, как, в третье у нас это... Научитесь. Говорить нет. Надо научиться говорить нет всему тому, что, неважно, не срочно, ну, то, что я уже и сказал, да, что вы понимаете, что это не самых эффективных 20%, которые дают 80% результатов. Итак, четвертое, это принцип планирования. Это А, Б, В, Г, Д. Как-то так он, по-моему, называется, этот принцип. Это когда вы выписываете все ваши дела на завтра, вообще неважно в каком порядке. Просто берете списком, пишете все ваши дела. Забрать костюмы из кимчистки. Купить корм для собаки. Купить там что-то там домой покушать. Перезвонить, назначить там встречу тому-то, тому-то. Напомнить там тем-то, тем-то, чтобы сотрудникам, чтобы не забыли пригласить на презентацию того-то, того-то. Не забыть сказать, не забыть купить маркеры. Не забыть организовать то-то, то-то. Вы буквально пишете все. Взять пять рекомендаций у того-то, того-то человека пойти. Провести две там личные встречи, сделать то-то-то, помыть машину. Ну, ну, короче, вы себе все-все-все прописываете. Все. Прописали все. После этого вы... Ну, я не АБВГД пишу. Я всегда писал, ну, тоже цифрами. Просто, как бы, обводил их вот так, кружочком. Я понял, что для меня самое важное и самое срочное – это вот четвертый пункт какой-то. То есть, что-то там сделать. С точки зрения моей цели. Какая моя цель? ТР-1. Значит, для того, чтобы я пришел быстрее к ТР-1, я должен сделать что? Вот это в первую очередь. Это по чесноку меня быстрее приведет к ТР-1. Значит, ну, это же тоже надо сделать. Ну, да. А что еще все-таки более важно? Ну, вот есть же срочное что-то. Надо же срочно что-то сделать. Надо же заплатить налоги сегодня там, налоговые, допустим. А можно еще завтра? Да, еще можно завтра. Последний день завтра. Значит, я могу сегодня еще вот это сделать, допустим. Так. Шестой пункт. Вот этот еще какой-то пункт. Ну, и так дальше. То есть, там, четвертый. Вы себе прописали все. Теперь смотрите, что получится по итогу. Если вы из этого всего списка сможете сделать только, допустим, пункт первый, пункт второй, там, ну, третий. Из, там, пятнадцати дел. Там, или из каких-то. Вы сделаете, допустим, только 20%. Но даст вам это 80% результат. Вы приблизитесь к ТР-1. Потому что вы проведете встречу, возьмете рекомендации, потому что вы там на презентацию подождите. Главное сделаете. Но что вам хочется делать, когда вы начинаете ваш день? Вам хочется купить корм для собаки. Вам хочется поехать в химчистку, помыть машину. Вам хочется там, там, то-то, то-то. Какие-то такие дела в обход. Вот все сделать, бляха. И вы делаете все в обход. Вы реально так делаете. И при этом вы как будто, знаете, целый день такие запыханные, делаете что-то. Целый день в движении, в движении. Все в делах прямо такие, да, замоканы. А посмотрите, разложите себе все это. Чем вы реально занимались? Что вы делали в сегодняшний день? Вот прошел день, и вы открываете ежедневник. И у вас есть час. Тот, который вы решили, вы приняли твердое решение, и вы не предаете это решение. Вы 7 месяцев подряд планируете. Я вам честно говорю, если вы сейчас 7 месяцев подряд будете планировать, вы через 2 года будете выигрывать там все Лиссабон и все, что мы сейчас напланировали себе, вы будете без часа, вам достаточно будет там полчаса, через день даже. Очень много, гораздо больше объема у вас будет, как бы памяти, навыков, планирования, удерживания, фокусировки вот этой всей. Вы будете выигрывать все. Без проблем. Даже если не будете так вот скрупулезно все и так много планировать. Но еще раз говорю, вот вы открываете ежедневник, и вы четко понимаете. А что я сегодня делал? Вы смотрите на этот список, и вы смотрите на пункт первый, на пункт второй, на пункт второй, сделал или нельзя, и что я сделал. И когда вы смотрите вот так в лицо сами себе, вот тут вы понимаете все про себя. И вы понимаете, что вы за 7 месяцев ежедневного вот такого труда, вот ежедневного определения приоритетов и взгляда себе в лицо, вот так вот на себя, вы не сможете быть неуспешными. Вы не сможете ни так не стартануть, даже не представляете себе, как с каждой неделей растет ваша эффективность. Все представить не можете. Качество ваших советов, качество ваших встреч с клиентами, как растет, вы даже не представляете себе. Как растет атмосфера, хорошо улучшается в ваших структурах. Потому что вы себе определяете это как приоритеты. Вот важно это, и вы работаете над конкретными вещами. Важна атмосфера в команде, важны продажи, важна перспектива, наработки важны. Ваше личностное развитие важно очень. Как вы читаете презентацию, как вы уже читаете тренинг, как вы уже лекцию читаете. Как вы тренинг провели, насколько он классный был, проанализировали, подготовились на следующий. Дальше следующая задача, уже тренерская работа. Как ваши воспитанники, как ваша первая линия, вторая, как они растут. Вы дальше уже думаете в основном о них. Все, вы когда будете там разогнанными четверками, пятерками, вы свои контракты будете делать. Не вопрос. Но вы будете думать, как включить этого, как включить этого. Вы будете сидеть и вот полчаса буквально думать над одной. Написали фамилию, имя. Вот как я делал. Это уже такие моментики, да, секретики. Я просто брал, выписывал на бумагу фамилию, имя. Костя Жироковский. Я сижу и думаю, 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 что сказать, как включить, как вынести мозг человеку просто. Как порвать его просто в хорошем смысле этого слова. Чтобы человек думал только об этом. Чтобы он начал действовать. Что ты должен ему сказать? Должен ему прийти навалить что-то там? Нет. Должен ему задать один вопрос. Два-три. У вас, вы каждый день должны выносить мозг своим клиентам вопросами. Одним-двумя. Несколько фразами. Подготовительными и вопросиком. 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 Задали вопрос и ушли. Знайте, если вы потратили вечером время, и вы действуете в интересах человека. Для того, чтобы он что-то понял. Сам себе ответил на какой-то вопрос. Созрел. Лучше это вопросы. Лучше вопросов ничего не существует. Задать вопрос. Вопрос. Юля. Как ты считаешь? Вот такой, чтобы прочитать такой тренинг в структуре. Сколько тебе нужно времени, чтобы подготовиться? Вечер. Вечер. То есть ты без ежедневника никак это не сделаешь, правильно? Правильно. Не сделаешь. Ты бы хотела прочитать подобный тренинг в структуре в 20 человек. В своей команде. Хотела бы? Можешь себе это представить? Можешь. Ты считаешь тренинг по планированию. У тебя есть твой успешный уже опыт. Потому что у тебя уже 20 человек. И это скоро. Это скоро произойдет. Максимум полгода. Максимум. И у тебя 20 человек активных, которым ты считаешь такой тренинг. Можешь себе такое представить? Ну, могу. Теперь скажи, ты можешь к этому прийти без планирования? Чтобы читать тренинг по планированию, надо планировать. Правильно? Даже миллиметр или презентацию прочитать? Подготовиться ко всему. Ну, вот просто думай. Вот просто себе подумай. 20 человек. Ну, как пример. Это как одна из твоих целей. Более конкретное сейчас что-то. Ты ее разбиваешь себе. Ты визуализируешь себя. 20 человек команда. Все с ежедневничками. Все. Есть обучающие тренинги ты проводишь. Как рисовать. Как на гарантии отвечать. Работа с одолжением. Все остальное. Ты все это обучаешь. Там тарифы. Там все. Но есть тренинг по планированию. По целям каким-то. И люди должны четко расставить себе какие-то цели. После вашего. Ну, вот в итоге мы сегодня сейчас будем заниматься чем? Мы будем определяться с приоритетами. Будем цели рожать. Сегодня. Сейчас с вами. Себе определяться. Что мы хотим. Что у нас чуть-чуть дальше. Там полгода. Где мы хотя бы смутно себя видим. И вот ближе, ближе, ближе сюда. И сегодня сейчас. Вы утром-завтра просыпаетесь. Куда вы направите свой организм? На что? На очень конкретную вещь, которая должна быть у вас прописана тактически. Каждый шаг по достижению вот этой вот цели. И вот если, к примеру, вот визуализируй в себе 20 человек. Понимаешь, что без планирования никак. Значит, разбивай ее и каждый вечер планируй. Ясно? Тебя это как бы вот такая картина. Это я планирую, но не часто. Понимаешь? Нужно. Почему? Потому что там есть о чем подумать. Есть о чем подумать. Вы поймите. Записать. Вот это вот прописать. Вот это прописать. Перенести на следующий день то, что не успел сделать. Не вопрос. Определиться с приоритетами. Окей. Над чем вы больше всего думаете? Вот есть у меня, например, Костя Жуаковский. Да, я пишу. Или там какой-то, ну там, Василий, допустим. Это моя там задача какая-то. Я понимаю, что я хочу от него. Это мой сотрудник. Или это мой клиент. Как работать, ну вообще рисовать нужно, ментальные карты такие. И вы себе рисуете. Так. Какие варианты есть? Так. Вариант один. Значит. Поговорить о том, о том, о том, о том. С прицелом там на такую-то там новую встречу. На следующую встречу. Так. Записали. Быстренько. Что есть в голове? Быстро. Раз. На бумагу. Так. Второй вариант. Что еще я могу сказать? Ну, можно еще так. Окей. Быстро записали. Следующее. Что я могу еще там вот это? Короче говоря, его вот просто берете себе, прописываете все. А допустим, потом у вас следующая мысль. А что его сдерживает? Какие у него такие, какие у него там, что там может быть? Какие там, может быть, моменты там? Раз. Записали себе. То есть вы пишете все насчет него. Все, что вы думаете о нем, вы вот так буквально вокруг него все описываете. Это нужно время на это. Вот пример, да? Хотите? Давай пример. У тебя есть кто-то, кого ты хочешь оформить, кто хочешь доработать? Подождите, сегодняшний у нас парень. Парень был уже парень. Знаете уже его, да? Ну, другой кто-то, да? Хорошо. Вот вы знаете его проблему. Вы все понимаете. Что вы будете делать? Помогать решению этих проблем. Как? Что дальше? Следующий шаг. Что вы с ним делаете дальше? Как его зовут? Никита, да? Да. Что вы с ним делаете дальше? План? Ну, предложено. Предлагаю свое решение этих проблем. Уже есть это решение? Есть решение. Ну, он это будет делать просто вот на этот семинар. На следующий сможет? Точно. Вы прям все уже, уже есть. Ну, да. Альтернативные варианты. Просто даже, чтобы предложить, и он именно вот этот ваш выбрал. Альтернативные есть? Нет. Ну, а если подумать? Ну, просто для того, чтобы был хотя бы вот, чтобы он понимал, что вот это самый лучший. По-моему, он согласился. Он сам понимает, что это лучше. Все, процесс уже пошел. Все. Берем кого-то другого. Кого хотите? Кого-то, кто сейчас у вас вот в разработке, кто вот как, вот так, с ним там. Есть какие-то ребята у вас? У меня была в прошлый раз девочка, фитнес-клеймер, да, там, все. После этого там сама вызвалась, начала читать книжечки. Я прочитала, давай себе вырешу. Я прочитала две книжки. Но говорит так, что это направление она сейчас изучает, потому что она очень увлечена своим делом, там, питанием, диетология, тоже посещает семинары и так далее. Так, хорошо. Вот. Ну, начинаем. Окей, развитие. Развитие ей интересует? Да. Развитие как будущего тренера. По спикерам. Ей это интересно? Да, ей это интересно. Развитие спикера. Семь спикеров. На стартапе. Да, да. Сколько стоит, да, развитие как спикера. Дальше. Тысяча, триста, пятьдесят гривен. Никак там вообще не пройдет. То есть, это смешно. Просто сказать. Для серьезного тренинга это смешно. Причем, тебя поселяют в гостинице. Ты живешь в гостинице. Это с проживанием. Ну, это все мы обховываем. Это с питанием. Это с галаужином. Ребята, вы думаете, это копеечная. Это вообще ни о чем. Для серьезного тренинга. Умеют фитоняшки, мы должны варить себе. Ну, питание там есть, да, у нас же есть для стартапов. Да, прекрасно. Окей. Можно так, так, так. Дальше. Ты понимаешь, что она здесь увидит, она поучится. Там есть люди с опытом, которые годами читают. Теперь успешные, да. Ты увидишь те, которые только идут еще к этому. То есть, что еще? Чем еще можно ее? Знакомство. Клиенты.